В Петропавловске начали принимать документы на получение выплат пострадавшим при наводнении. В городе потоплено больше тысячи домов. Для заявителей разработали специальный график. Чтобы избежать очередей, каждый микрорайон будет оформлять бумаги в свое время. Из документов это у нас удостоверение личности, банковский счет. И если есть справка о недвижимости, то ее предоставляют. Если нет, то все службы находятся в одном месте. И фонд там находится, и прокуратура там находится. Все с баз они будут сами вытаскивать документы. Также справки с ЧАЭС не нужно. Акимат собирает все необходимые документы. Также по ЕИНУ. Все мы отправляем в ЧАЭС. Они уже сами эти справки все отдают. В Петропавловске затоплены практически все городские окраины. Заречный, Кожзавод, Косогор, Подгора. С одной стороны, вода дошла практически до центра города. Это точное количество пострадавших, которые будут претендовать на разовую выплату. И возмещение ущерба пока не подсчитано. Из затопленных домов эвакуировано около 11 тысяч жителей. Выплаты предусмотрены владельцам жилья. Ущерб, нанесенный имуществу людей, будет оценивать специальная комиссия. Она начнет обходить затопленные зоны после того, как сойдет вода. Сумма разового пособия для пострадавших от наводнения установлена в размере 100 мрп. Это почти 370 тысяч тенге. Пострадавших разделили на микроучастки. График приема публикуют в соцсетях. Я тоже считаю, что по микрорайонам это правильно. По крайней мере, это не будет такой толкучки. Сейчас еще под гора идет до трех часов, а с трех будет заречный. Но мы заранее пришли, потому что, как всегда же, народу везде много, очередь большая. Ну, заранее приехали, да еще душа болит. Сзади, может быть, успеем сдать, хоть что-нибудь получим. Дай Бог, чтобы государство нам помогло. Пытаются они, обещают нам. Будем надеяться, что они нам помогут. Продолжение следует...